Всем привет! Ну что, кажется, пришло время для чего-то действительно серьезного. А то что-то у нас в последнее время все мелочь какая-то, правда же? Сегодня серьезная фигурка от такого же серьезного производителя. Друзья, я имею честь представить вам будущее правопорядка Детройта в масштабе 1 к 6. Ed 209 от компании Hot Toys. Когда велась разработка персонажей для фильма Робот-Полицейский, Пол Верховен, режиссер первой картины, дал своей команде четкую установку. Ed 209 должен быть крутым по-американски. То есть в первую очередь робот должен круто выглядеть, быть большим, мощным, угрожающим и... и, наверное, все. Как он будет работать уже не так важно. Главное, чтобы его все боялись. И после множества эскизов, макетов, анимационных тестов и так далее, корпорация OCP представила зрителю грозную боевую машину, которая меньше чем за полминуты наглядно продемонстрировала, как она собирается служить во благо города будущего. Слава богу, коллекционные фигурки не опасны, хотя и стараются в точности копировать свои фильмовые аналоги. Это уже не первая работа Hot Toys по Робокопу и не первый Ed 209. Предыдущий релиз состоялся в 2006 году. Что сказать? Новый Ed выглядит отлично. Внушительные размеры, в комплекте дополнительная поврежденная рука, ракеты, супер детализация, покраска высший класс и, внимание, звуковой модуль. Слава богу, коллекционными бидами всего. Реплики из фильма слышны отчетливо и радуют фанатское ухо. Активируется сие звуковое представление с маленького пульта в виде классического логотипа. Самое интересное, батарейки для пульта в комплект входят, три таблеточки. А батарейки, которые вставляются в фигурку, там три мизинчиковые, типа 3А. Так вот, их в комплекте нет. Не очень понятно почему. Мое мнение, уместнее бы смотрелся пульт в виде логотипа Omni Consumer's Corporation. Все-таки в фильме Ad 209 их продукт. Но с другой стороны, хоть то есть наверняка посчитали, что пульт помимо своей основной функции, еще и замечательным образом справится с функцией таблички, которую коллекционеры поставят рядом с фигуркой. И, надо сказать, они не ошиблись. Смотрится хорошо. Не ошиблись они также и с подвижностью. Ad даже способен повторить несколько клевых фильмовых моментов. К слову, у прошлого релиза пальцы на ногах робота были неподвижны. А здесь и пальцы, и все остальное. Крути-верти, пока не надоест. Или пока не сломается. А сейчас расскажу о том, что сломается точно. Вне зависимости от того, как вы обращаетесь с фигуркой. А вы думали, горячие игрушки безупречны? Увы, друзья мои. Причем в случае с этой фигуркой вообще история печальная. В чем же дело? А дело в гнилом микрофонном куполе, который покрывается трещинами. Причем он покрывался трещинами и в 2006 году, и сейчас. Сначала трещины еле заметны, потом их становится все больше и больше, и в конце концов на купол невозможно смотреть. А значит и на фигурку тоже. Самое интересное, что инкубационный период этой болезни так точно и не установлен. У одних фигур купол начинает трескаться еще на заводском конвейере, у других через год на полке. Избежать несчастья нельзя, а вот исправить можно попробовать. Можно залепить все какой-нибудь пластикой, милипутом или гринстафом, а потом перетянуть аудиотканью. Можно попробовать залить купол матовым акриловым лаком, возможно это предотвратит появление трещин. Только понятное дело, это нужно делать заранее, когда еще все в порядке. Вернее, если еще все в порядке. Однако лучше всего, и это будет, пожалуй, самый интересный вариант, сделать пластиковый скульпт купола. Да, сложно, и для этого потребуются настоящие умельцы. Кроме того, нужна идеальная фигурка, чтобы сделать идеальный слепок с купола. Но результат действительно того стоит. Кроме того, такой купол можно будет растиражировать. Нуждающихся ведь очень много. Стоит также сказать, что коллекционеры всего мира не раз писали производителю о проблемах с резиной. И хот-то есть в курсе. Но, видимо, маниакальная увлеченность железным человеком не позволила им хотя бы ненадолго включить ту часть мозга, которая отвечает за совесть, и сделать нового Эда хорошо. Эх, грустно все это. Особенно если учесть тот факт, что ничего лучшего на данный момент нет. Этот Эд пока еще лучший Эд. А я ведь еще умолчал о резиновых элементах в ногах и торсе. Поговаривают, что с ними тоже все не очень здорово. Друзья, поймите меня правильно. Я ни в коем случае не стремился выставить эту фигурку в дурном свете. Просто с таких фигурок несколько другой спрос. Такие фигурки должны быть идеальными. И от релиза в Hot Toys коллекционеры всегда ждут именно этого. Идеала. Есть еще один вариант борьбы с болезнями. Вообще не покупать эту фигурку. Ну или купить Эда по ремейку от компании Трезира. Который, кстати, на мой взгляд, просто отличный. Эда отличный, конечно же, а не фильм. Но только вот ведь, ребята, в чем затык. Этот старенький цыпленок, согласитесь, как-то сердцу ближе. К тому же, например, у меня он в дуэте с самим Робокопом. О котором в нашем следующем выпуске. Так что до скорой встречи, ребята. Пока. Лего официально анонсировали обновленную «Звезду смерти». 4016 деталей за 500 долларов. А это на 213 деталей больше, но дороже на целую сотню баксов, чем раньше. Выглядит...